Три кулака моих заходят. Видите, сколько? Сейчас мы откроем эти диски. Знаете, сколько они стоили? Ну вот, это супер китайская резина. Ну что, мы еще нашли косячки. Я решил установить пять значков. Блин, бомба съемки получаются. Вот это миллиметр. Всем доброе утро на десяточку. Про дизель цена евро 28. Сколько я сейчас заправлю? 7 литров. Смотрите, какой Мэрин стоит черненький. Красивые диски у парня. Вы заметили, что почти что любое мое видео начинается с мойки автомобиля. Просто я люблю, когда автомобиль чистый и когда внутри все чисто. Тогда ты чувствуешь себя комфортно. Дорогие мои, давайте определимся, в какой цвет мы можем закатать эту бэху, раз у нас такая серия типа по тюнингу, диски там. Я реально хочу, чтобы вы написали в комментах, какой цвет нужен BMW. Я понимаю, что черный цвет это очень круто, но я вам говорил, что черный мне не очень нравится. Мы ее отполировали, здесь керамика. Но здесь очень много различных косяков по кузову. Вот такие царапины, а когда она высыхает, это вообще шаусмус, ужас. И на черном свете, вот смотрите, я ее только что помыл. Смотрите, видите? Черный цвет это самый неблагодарный цвет, который может быть у автомобиля. Сразу видно пыль, сразу видно грязь. Ты ее вот только помоешь летом, например. Постоишь где-то у дома там 10-15 минут. Все, она вся в пыли. Так что пишите в комментариях. Я жду, какой цвет мы делаем семерки. Если мы вообще делаем, если у меня будут деньги на это. Потому что это не дешевое удовольствие. Я читаю, что вы пишете под видео. И один парень у меня спросил, что это за очки. Это FTR 074. Купил я их в Риге. Фирма Polaroid, если не ошибаюсь. Вообще я редко трачу деньги на очки, потому что это слишком дорого. Они стоили 40 евро. Знаете, я всех достался уже с этими дисками. Я сам себя достал. Я сидел ночами, выбирал, какие же диски поставить на семерку. Потому что на семерку выбор очень маленький. На пятерку намного легче выбрать диски. Учитывая то, что у нас дороги не очень хорошие. Посмотрите, какие ямы. Посмотрите. Видели, да? Вот там вот яма. Окей, это, конечно, никакая не главная дорога. Ее навряд ли когда-то отремонтируют. Чтобы вы просто понимали, как это все выглядит. Вот. Представьте на 21-х катках сюда заехать. Нормальная такая яма. Такая вот нехилая ямочка. В принципе, три кулака моих заходят. Видите, сколько? Проезжай, проезжай. Вот видите, как нормальная яма. Я выбрал 21-е диски. Сейчас я вам их покажу, приеду. Тан, здорово. Чего? Ну, все знаете уже этого парня, да? Сейчас мы откроем эти диски. Знаете, сколько они стоили? Очень дорого. Чтобы вы понимали, эти диски стоили дешево на самом деле. Потому что такие диски стоят 2500 евро обычно на e-buy. Ну, на e-buy все дорого. Вообще, в интернете они очень дорого стоят. Я вижу их в первый раз. Это оригинальные диски. Это не реплика на 21. Пипец, они громадные, да? Блин, ну реально громадный диск просто. Но вся маркировочка, видите, сделана в Австрии. Сейчас пойду посмотрю, как она выглядит на бэхе. Извините, какая резина, пацаны. Ну, такая чуть-чуть широщенная, да? Сколько здесь? 325 на 30. Нормальный баллон. Это куда вот этот баллон? На X5. На X5? Да, сзади. А что у него за диски? 21. 21 диски и такой баллон надо? И мне тоже типа похожий баллон сюда что-нибудь? Ну, чуть-чуть меньше. Да ну нахрен. Я снимаю, а здесь работает, пацаны. Не, ну я просто, если честно, в шоке сейчас. Да, он выглядит круто, да? Это 312 стиль, если я не ошибаюсь, видите? Одна из последних моделей. Просто я реально не представляю, вот какие еще диски на бэху можно ставить. Мне на самом деле нравятся вот эти диски, которые сейчас стоят на бэхе. И я в раздумьях, кстати, эти 21. Самая большая проблема в том, что резина стоит просто космос. Даже китайская резина. И очень трудно найти эти размеры. Почему эти диски я достал по супер хорошей цене? Потому что они последние на складе были. Это 21 диски, которые никто не покупает. Я вам лучше не буду говорить, за сколько я их покупал. Я вам скажу, что вот один такой оригинальный диск стоит 700-600 евро. Это АМ-диски. Но проблема дисков вот этих именно в том, что они постоянно ломаются. Короче, дисков очень много, да? Вы понимаете, что я могу достать комплект типа Воссонов, вот так как на фотке, за 600 евро. Вообще, хорошие диски стоят, ну, хороших денег. Вы сами понимаете, те, кто разбирается в дисках. Можно поставить, конечно, говнодиски какие-то. Просто диски, это как ваши обувь. Они должны быть вообще четенькие, чистые. Тогда вы будете выглядеть шикарно. Всегда следите за своей обувью. Ладно, мы сейчас поставим один баллон и посмотрим, как это будет выглядеть в жизни. Что я хотел сказать. Если я ставлю эти диски, я продаю эти диски, которые сейчас на машине. И комплект я могу продать спокойно где-то за, ну, 700 евро. Он просто уйдет сразу. Перекупы заберут его. Ценители АМ-дисков его заберут. Сделают там задние диски. Мне все-таки кажется, что лучше ставить целые диски, чем уже ремонтированные диски. Тем более, что они будут лопаться. Хотя вот эти диски мне настолько нравятся. Вы просто не представляете. Посмотрите, как она с этими дисками лезет. Я в таких раздумьях, вы просто не представляете. Самая большая проблема – это резина на эти диски. Цена этой резины и то, что они 21-е. Я боюсь, что ходовая будет просто до свидания с нашими дорогами. Короче, стоим мы и смотрим теперь. Не можем понять. Типа, вроде это зашибись и вроде это зашибись. Ну, давайте поближе подойдем. Что вы скажете? Прошло уже минут 30. Я хожу вокруг тачки, не могу понять. Но мне все-таки начинает они нравятся. Ну, как бы я их выбирал, то, что они мне нравились, да? Ладно, сейчас подумаем, что по резине будет. Качество, ребята, качество. Ладно, все, я решился все-таки на эти диски. Ставим эти диски. Сколько? Я думал, неделю, наверное, где-то думал ставить эти диски, не ставить, отремонтировать эти диски, которые на машине. И в итоге даже сегодня, я думал, может все-таки отремонтировать диски, которые стоят сейчас на машине, ездить на них и не ставить эти 21-е диски. Но в итоге я вот сейчас приехал, забираете 21-е диски, и мы везем их на покраску в цвет графита. О, птичка насрала, будут деньги. Приехали мы в наше любимое место. Тут мне никаких скидочек не дают, но я всегда везу сюда красить. Но, в принципе, все из Риги везут сюда красить на порошковую покраску. Диски, детали, печки какие-то, велосипедные рамы, мотоциклетные рамы. Для мотоцикла, помните, для Абибаса мы тоже здесь красили раму. Здесь есть и пескоструйка, и порошковая покраска. Да. Вот такой цвет будем красить, цвет графита, да? Точность плюс-мус. Да, зернистая такая, красивенькая, как раз будет четенько. У меня звонил Эйдейс из Джека Репас и сказал, что диски не очень качественно покрашены. Может, сейчас будет фейл, и придется их везти обратно на покраску. Но я очень надеюсь, что это маленькие косячки мы наконец-то поставим, потому что, ну, времени прошло уже целая куча времени. Ну вот, эти катки на 21. Смотрите, четкие, да? Но есть косячок, вот я его не видел, например, видите? Вот маленький косячок. Мы будем их все равно ставить сейчас, потому что я не хочу еще ждать месяц. Ну вот, это суперкитайская резина. Название WinRun. 72 децибела. С, Б. В принципе, как я здесь говорю, на эти показатели можно не смотреть. Главное, чтобы она была более-менее нормальная, потому что такие размеры очень трудно было найти. Цена этой резины довольно хорошая. А вот контик такой же самый будет стоить около косаря, если не больше. Ну вот чисто по размерам трудно найти такую резину. Вот это 285-30, 21. И здесь у нас 245-35. Ну что, мы еще нашли косячки. Смотрите, как покрасили просто вот. Не знаю, что будет дальше. Пока что это все очень плохо, вот что я могу сказать. Еще вот косяк. Видите, кантик такой. Когда вы поставите диски, если ты не убрать, это будет просто расколбас. Посмотрите, как они шикарно выглядят. Как переливается. Просто бомба. Я решил установить 5 значков BMW, чтобы тачка была намного круче. Ну вообще, вот этот комплект значков стоил мне 30 евро. Я поменяю вот эти вот уже потертые значки. Кстати, вот эти значки, они оригинальные, BMW-шные. Не китайские. А вот здесь, видите, все уже просто ушатанные значки. Ля, какие диски. Я редко говорю вот это слово ля, но они реально очень красивые. Это, скорее всего, заказали на какую-то японскую тачку. Я ошибся. Это, ребят, на BMW, на троечку диски. Бэха, говорят, вот такого же цвета красиво. Как маракиш коричневый. Маракиш браун. Ну что, теперь, Хантер, берегись ям, берегись стыков, берегись люков, которые просели в дороге, и берегись всего, что на дороге. Потому что на этих дисках должно быть очень жестко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, бомба съемки получаются. Просто мне нравится. У меня рука замерзла. Просто что, ребят? Я что вижу? Так, заворачивай. Да. Вот и выглянуло солнышко. Посмотрите, диски немножко отличаются. Они такие графитово-синие. Но если тачку закатать в другой цвет, который будет подходить этим дискам, все будет четенько. Я, конечно же, перекрашивать их сейчас не буду. Ну, вообще, машина, в общем, выглядит очень даже круто. Посмотрите на этих катках. Я сначала, ну, сомневался. Дико сомневался, стоит ли покупать их, стоит ли ставить такие диски на этот автомобиль. Андрей, сколько баллов тапочкам? Тапочки просто 10 баллов. Сейчас было очень больно. Вот свидетель этой боли. Вот он. Боль боль. Мне даже чувствуется, что я себе плохо сделал. Такие, едем. Вроде новая дорога, да? А люк утоплен. И получается, внутренней стороной колеса стукаем. Правда, он не сильно даже был и утоплен, по сути. Вот это меня сильно раздражает, что люки делают по колеям. Именно по колеям колес. Почему вы не делаете посередине? Почему вы их на тротуар не вымотите? Вот посмотрите, вот люк. Видели, да? Да пипец. Вот опять люк. Вот, смотри, вот еще люк. Они утоплены. Просто жесть. Вот это миллиметр. Так, это улица Чака. Сейчас поедем туда. Там должно быть много ям. Я давно тут не ездил, но раньше тут было очень много ям, и все было перекопано. Но вы посмотрите ракурс колеса. Несколько ракурсов колес. Кому это интересно. Субтитры сделал DimaTorzok в центре довольно пусто. Вот только что мы проехали по этой улице, на которой должно было быть больше всего ям. Там что-то залатали. Вот я капучино купил. Петрик тоже с капучино. Ой, яма, яма, яма. Пожалуйста, пожалуйста. А вот эта брусчаточка, сейчас вам скажу свои ощущения. Ну, если честно, не намного хуже, чем на 20-х дисках, которые стояли до этого. Вроде не так все плохо, не так все страшно, как я думал. Я думал, все будет намного хуже, будет жестче все. Конечно, нужно ездить аккуратнее на таких дисках. В этом есть и плюс и минус. Вы более аккуратно ездите, вы более медленнее ездите, если у вас такие пафосные диски, чтобы не разбить их, если в вашем городе много ям. А на тех дисках вы более такие расслабленные, вы можете навалить по ямам, обогнать кого-то. Ну, как бы диски решают. 80% лука вашей тачки – это диски. Вы можете поставить, например, на старый классический автомобиль, даже не в очень хорошем состоянии, крутые диски, и это уже будет смотреться просто вау-бомба. Что вы скажете, господин эксперт? Вау-бомба, мне нравится. Я тоже, может, в будущем куплю там крутую тачку. Ну, если мы все выживем, да? Да, я иду. Окей. Вау-бомба. Вау-бомба. Все, наверное, на этой прекрасной ноте. Давайте закончим. Вот я по ямам тут поезжу немножко. У-у-у-у-у. И сейчас еще переедем вот этот переезд. Скажу свой вердикт. Смотрите, вот обучалка едет. М-буква. М – это значит по-латежски мацам. Видите, вот рельсы. Ой, какие ям, посмотри, Петрух. Ой-ой-ой, вот здесь на скорости. А мы так медленно все. Ну что, всем вагон здоровья, как говорится. Берегите себя всем бодрячком. И не болейте. Или не болейте, да. И соблюдайте дистанцию Мойте руки, я всегда мыл руки Соблюдайте гигиену Будем ждать солнечные деньки И кататься на мотоциклах Скажи всем пока-пока Пока-пока, удачи Всем спасибо, всем пока Батва, я забыл сказать Батва, ну ладно